Процесс снабжения Крыма водой пока должным образом не налажен, и в качестве радикального решения водной проблемы Крымского полуострова предлагается построить водовод от расположенного на Дону Цемлянского водохранилища, его длина составит около 1 тысячи километров. Об этом рассказал инженер и строитель Феликс Кунцевич в статье о водоснабжении Крыма, опубликованном в отраслевом журнале «Гидротехническое строительство». Водовод будет состоять из пучка полимерных труб, толщина каждой из которых составит 1600 миллиметров. Трубы будут проложены по руслу реки Дон, а также по дну Азовского и Черного морей, в направлении определенных участков побережья полуострова. Для повышения устойчивости труб к действию течений, возможно, будет применен пригруз незаполненной трубы. Таким образом, из Дона предполагается ежегодный забор около 4,1 кубического километра воды, что, казалось бы, может стать причиной обезвоживания и источником экологических проблем Ростовской области. Не допустить такого положения вещей можно путем продолжения остановленного в 90-х годах строительства ирригационного канала «Волга-Дон-2». В этом случае он, протекая по территории Волгоградской области, поможет вести в сельскохозяйственный оборот новые земли и выровнять отрицательный водный баланс Дона. Кунцевич уверен, что поступающая по новому трубопроводу вода сможет с лихвой удовлетворить потребности крымчан, в том числе и в плане обеспечения объектов индустриальной и агропромышленной инфраструктуры. Использование же артезианских скважин не способно в должной степени решить водную проблему крымского полуострова. Ранее ученый из Екатеринбурга предложил оригинальный и относительно недорогой способ опреснения воды в Крыму, основанный на воздействии на нее электричеством. При этом методе потребления энергии в 2-3 раза ниже, чем при применении системы обратного осмоса.